В селе Бишта проходит второй день выставки реликвии. Всего здесь представлено 26 наименований. Самый почётный из них – волос посланника Аллаха. Мир ему и благословение. Особенности тела пророка, которые были присуще ему самому, присуще его волосам – это то, что этот волос не отбрасывает тень. Пытались сжечь волос, пророка не получилось, потому что его тело запретно для огня. Волосы пророка растут. Были случаи, что они раздваивались. Очень много удивительных случаев спасения людей в этом мире. Благодаря волосам пророка. Посмотреть на исторически значимые для мусульман предметы и артефакты в Бишта приезжают тысячи людей с разных уголков Дагестана. Среди них – государственные деятели, главы городов и районов, известные личности и простые жители. Это самый значимый день в моей жизни. Я искренне благодарна всем, кто принял участие. Такому делу даю, чтобы имана нашему селу, нашим людям, барраката. Не только для Миштинского участка, а всем районам, которые проходили. Это огромное, на самом деле, очень огромное событие. В интернете тоже есть разные фотографии, но живое увидеть – это уже совсем другое. Вот посетили разные вещи, что посмотрели, что запомнилось, что понравилось. Мне понравился меч, асхава. Мне чаще понравилось. Мне этот понравился, когда волосы пророка. Народ восхищен. И столько приездов, гостей из соседних районов. Из Талератинского, Шамильского, Сунтининского. Даже есть представители из Ахвахского, Сумадинского. Дагестан возрождается. Такого, я думаю, в мире нигде нет. Особенно это Дагестан уникальная республика, где многонациональная. Когда весь народ вышел, встречая реликвии нашего пророка, это было восхищение. Просто захотелось еще раз жить ради этого. Ради этой реликвии, ради пророка Мухаммада. Жители Бештинского участка гостеприимно встречают каждого посетителя реликвии. Для гостей в течение всего дня организована горячая еда, напитки и сладости. Всего за сутки встречают около 10-15 тысяч человек. Сейчас воронье мясо идет на первый, на второй, на плов, на борщ. И можно на стол вставлять. Еще привозят у нас население. Кто хочет, готовят разные чудушки, разные блюда, разные вещи. Готовят, привозят. Окунуться в историю, лицезреть реликвии, поучить от них благодать здесь смогут все желающие. До 31 мая включительно. Народ, когда об этом узнал, не находили себе места. И вот последние до приезда святения сюда к нам всего 4 дня, 5 дней люди занимались уборкой, чистили, мыли, готовили, стирали. Что только не делали от радости, не зная, куда себя делать. Такое у нас не каждому это дано. Спасибо Муфтияту, нашему Ахмаду Афандиду. И естественно, в нашем участке хотелось бы раздрай, который у нас существует. Понимание есть, кто-то с кем-то не разговаривается. Я думаю, они осмыслят и большой барракет получат от этих святин, объединятся, забудут распри. Хамзанур Магомедов, Магомед Магомедов, Ахмад Хан Абунивайсов, телеканал ННТ, Бешта, Бештинский участок, Сунтинского района.